МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ленинском городском округе в настоящий момент у нас расположено более 70 уже точек бахчевых развалов, как на муниципальных участках, так и на частных земельных участках. Безопасность продукции подтверждается документацией и происхождением продукции, то есть сертификатом соответствия или определенной декларацией о соответствии, которые должны быть непосредственно на точке у продавца. На развалах должна быть информация с наименованием хозяйств субъекта, режимом работы, а также ценниками на продукции. Продавцы должны иметь при себе также медкнижки. Также хотелось дополнить, что продажа бахчевыми в разрезанном виде, что в большинстве случаев мы сейчас наблюдаем на улице, к сожалению, не допускается. Собственно, сами проверки вышеописанных документов мы проверяем совместно с ОМВД Ленинского городского округа. То есть такие рейды уже проходили? Рейды проходят, они у нас еженедельные. То есть несмотря что официально это с 1 августа, то есть торговля была еще и раньше? У нас в любом случае осуществляются надзорные действия, проверки в еженедельном порядке. То есть обязательно каждую неделю вы также посещаете все эти точки? Обязательно, да. Без контроля тут, к сожалению. А жители обращаются, что они покупали, были какие-то нарушения? Есть такие вопросы, да, возникают. И мы сразу же выезжаем на место, проверяем, если имеется использовательная продукция, также отсутствуют ценники, проверяем договор аренды точки, законно ли она размещена на нашей территории. И, соответственно, принимается дальнейшее решение. Либо административные какие-то взаимодействия, либо закрытие точки торговой. Скажите, а вот эти вот 70 точек, это они официальные? 70 точек официальные, да. То есть где можно приобрести. Ну а так примерно мы можем назвать территориально. То есть это все равно вдоль дорог? Вот мы сегодня как раз-таки с вашими коллегами посетили пару мест, где вкусные, красивые и законные как раз-таки к размещению точки продуктовой. Это торговый центр Курс, неплохое место. И у Старой Праги. А вот я вернусь к тому, что разрешено ли торговать вдоль дорог, да, на обочинах расположены? И какие должны быть меры безопасности хранения продуктов? Вдоль дорог категорически запрещено и не советуем там покупать, потому что неизвестно вообще какая там документация, откуда это все привозят и везут. Вот сами арбузы, дыни, впрочем, все бахчевые должны лежать не на земле, ни в коем случае. Должны в специальных местах, то есть на поддонах тех же самых, либо и обязательно, чтобы они были закрыты от солнечных лучей и дождя. А какие еще могут, какие еще, что входит в проверку? Вот то и, например, содержание нитратов. Содержание нитратов у нас, к сожалению, нет. Роспотребнадзор. А с вами совместно участвуют в рейде? Роспотребнадзор мы отправляем официальные письма, также по запросам заявителей, и они в течение 30 дней обязаны уже подготовить официальный ответ с полной информацией. А отслеживаете ли вы, откуда привозят арбузы и дыни? Опять-таки, мы, когда приходим на точку, мы проверяем всю документацию, и в сертификатах прописывается, откуда везут. То есть мы на основании этих бумаг уже понимаем, благоградские, допустим, вот продают сейчас арбузы у курса. В принципе, неплохие и везут всего два дня. То есть они не успевают портиться, они, то есть, ниоткуда, ни из-за границы. Вкусные и хорошие продукты. А когда начинается сезон, то есть, например, в разных областях, я думаю, они созревают по-разному? Согласен, да. Но опять-таки, вот если есть сертификат соответствия продукции, то у нас вопрос... То есть и где закупаются, да, обязательно? Продлится сезон до октября? Продлится сезон до 30 октября, да, совершенно верно. Но самый пик как раз-таки это август-сентябрь. Илья, а какие еще рейды вы проводите помимо... Помимо сезонной торговли мы также проверяем законность размещения стационарных торговых объектов на территории Ренецкого городского округа в целом. И составляется определенный реестр объектов, которые попадают к нам за неимением определенной разрешительной документации и дальнейшее уже рассмотрение и снос. Ну и кто участвует еще помимо Роспотребнадзора? Вы еще кого-то? У нас очень плотная работа с ОМВД Ленинского городского округа. В основном вот с ними как раз-таки и проходят все проверки. Ну и какие нарушения вы являете в ходе таких рейдов? В ходе таких рейдов несоответствие в РИИ, то есть вида разрешенного размещения земельного участка. То есть, допустим, размещен магазин, а там под сервисы предназначен земельный участок. Границы земельного участка нарушены, где-то что-то залазит на муниципальную землю. Опять-таки отсутствие разрешительной документации в целом. Потому что также к нам попадают и капитальные объекты, не только нестационарные. Довольно много нюансов. Все, конечно, не буду описывать, но это вот основные. Куда могут обратиться жители, если они купили некачественный товар? Вот, например, они могут вернуть арбуз. Вот если они уже его попробовали, он оказался некачественным, и они хотят его вернуть, имеют ли они право? Они имеют полное право вернуть арбуз. А расскажите вот действия, как это происходит. Действия. Может быть, это официально же надо оформить? Начнем с того, что они имеют полное право запросить у продавца всю имеющуюся документацию на продукцию, которая у него размещена. Если он предоставляет, вернее, не если он обязан предоставить всю эту документацию, чтобы они убедились в том, что продукция действительно соответствует всем нормам и законам, то есть поставок, то, в принципе, они могут смело покупать. Но, опять-таки, если они покупили по незнанию эти продукты, они могут написать, и какие-то действия после этого произошли, что-то стало плохо, со здоровьем, здоровье ухудшилось. Они вправе написать в Роспотребнадзор, также в администрацию Ленинского городского округа о выявленном каком-то нарушении. Мы приезжаем, проверяем, и либо сами в Роспотребнадзор пишем, либо указываем продавцу на данные нюанса и принимаем дальнейшее решение о его закрытии. То есть действия такие. На добродел могут написать? Добродел, конечно, могут. То есть все равно эти обращения приходят к вам, и вы уже разбираетесь? Либо на почту администрации, либо через портал Добродел, да. И вообще какой период принятия решения? Принятие решения, если мы пишем Роспотребнадзор, это 30 дней. Если демонтаж, конечно же, тут вопрос в бюджете. На, опять-таки, тот же самый демонтаж торговых объектов. А были ли такие случаи вообще уже? Демонтажа? Ну, демонтажа, вот, например, сейчас, да? То есть ведь торговали, наверное, с начала лета. Совершенно верно, да. У нас есть такие объекты, которые мы обязали собственников демонтировать. Например, вот привести, например, Бутово парк 23. Собственник демонтировал, размещал свои продукты также вдоль всего здания жилого. Также все это убрал. Вот, и по сей день ничего не укладывает. То есть это тоже писали вам жители, да, обращались? Писали жители, да, на постоянной основе. Мы ездили туда чуть ли не каждый день, потому что вот контроль всегда нужен. Так, ну, давайте, Илья, еще раз напомним, что официальный старт продаж именно с сегодняшнего дня, с 1 августа. И теперь можно, ну, совершенно безопасно покупать арбузы и дыни. Опять-таки повторюсь, только вот в специально размещенных местах. То есть у нас вот 70 таких мест. И жители имеют право, покупатели имеют право попросить документы и сертификаты. Совершенно верно, да. Илья, спасибо большое за информацию. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Илья Булгаков, главный эксперт отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин